Медиков и директоров учебных заведений поздравили глава региона Вениамин Кондратьев и вице-губернатор Анна Минькова. Как отметил руководитель края, чтобы добиться экономического роста, прежде всего необходимо решать социальные вопросы. В основе всего лежит человек. И это сегодня правительством России, нашим президентам, ставится на первое место. Потому что забота об обычном человеке, а труженики села на первом месте. Мать и дети. Это будущее края и страны. Скорые помощи поедут в станицы, в села, в хутора, в поселки, там, где не нужны. Там, где нужно спасать ту самую жизнь обычного селянина, обычного труженика. И дети. Школы поедут тоже, которые находятся в сельской местности. Чтобы мальчишки и девчонки, которые там учатся, чувствовали себя не хуже городских. Обновленный автопарк – это оценка правительства страны, системам образования и здравоохранения Краснодарского края в 2017 году. Это достаточно высокая оценка для региона. Потому что Краснодарский край, как субъект, получил самое большое количество машин скорой медицинской помощи. 41 машину. Ни один субъект не получил такое количество. И это не случайно, потому что в 2017 году мы показали очень хорошие результаты в здравоохранении. И наше министерство, и наши специалисты, врачи отмечены на федеральном уровне разными наградами. Губернатор осмотрел новые автомобили и пообщался с фельдшерами и водителями. Сегодня в регионе ежедневно на уроке подвозят около 50 тысяч учеников. А на маршруты каждый день выходит более тысячи автобусов. Не меньше двух миллионов раз каждый год на вызовы отправляются кубанские скорые. С появлением новых машин в отдаленных районах края появится больше шансов на сохранение здоровья и жизни кубанцев и гостей региона.